Приветствую вас. Ваши опасения понятны. Они, в общем-то, вполне обоснованы, как мне кажется. Я думаю, что первое, на что нужно обратить ваше внимание, это на то, что алкоголизм, а по себе алкоголизм достаточно редко является самостоятельным заболеванием, ибо, ну, понятно, что у некоторых людей есть предрасположенность к алкоголизму, но это больше связано с группой крови и так далее. Там можно, в принципе, какие-то анализы провести и с этим разобраться. Проблема здесь немножко в другом. С точки зрения психологии, если мы рассматриваем данный момент, то алкоголизм является следствием определенного поведения, направленного на, с одной стороны, получения любви, любви, недостающей человеку. То есть, вообще, можно здесь обратить внимание на то, что человек как бы недополучает любви, да, недополучал его восприятие любви на том уровне, на котором, ну, собственно, ему нужно, да, то есть, человеку что-то не так. Повторюсь, по его восприятию, не по, как бы, факту, а по его восприятию. У него это даже самая история, значит, о том, что потребность в любви. Ну, подробнее можете узнать, если напишете в поисковике «оральное поведение. Психология». Дальше, с другой стороны, речь идет об определенном механизме избегания. Это механизм защиты, избегания, избегания в алкоголе. Обратите внимание, что человек начал пить, когда находился с вами в отношениях. То есть, можно говорить о том, что на него в какой-то степени может негативно давить ответственность перед отношениями, ну, за отношениями. Может быть, некие границы его личности, близость, как-то вот негативно влияют на комфорт психологический. В результате чего возникает потребность, ну, потребность убежать и убежать, естественно, в алкоголь. Поэтому нужно, чтобы мужчина реально, вот, обратился за психологической помощью, чтобы он вот реально начал заниматься психотерапией, чтобы он реально был увлечен, чтобы он реально был увлечен чем-то, вот, чтобы он именно что не отказался от алкоголя совсем, а чтобы ему не хотелось больше пить, чтобы он, ну, как бы не контролировал, да, чтобы там спокойно выпил немножко и всё, вот. Это вот очень важный момент. И если ваш мужчина готов заниматься собой, заниматься психотерапией, проходить психотерапию и прочее, прочее, то в таком случае шансы есть, безусловно, потому что алкоголизм это не приговор, и кто-то, один, ну, некоторый из психологов, учёных психологов считает, что алкоголизм не является неизлечимым заболеванием, и что если у человека есть, если у человека решены его психологические проблемы, если у человека есть увлечение, достойность нет, как бы, отлегчающих моментов, то, в принципе, алкоголизм исчезает. Вот. То есть попременность в алкоголе. Вот. Но, повторюсь, для этого нужно, нужно желание самого человека, и если такое желание с его стороны будет, если вы, если вы увидите, что он это делает для себя, что он действительно хочет заниматься, что он готов, готов это сделать, то, соответственно, можно с ним отношения продолжать. Естественно, с ребёнком лучше пока будет повременить. Вот. Если же ничего такого не будет, если вы не увидите с стороны мужчины такого желания, если вы не увидите у него желание, стремление и конкретных поступков по прохождению психотерапии, да, то, ну, как бы, нет в таком случае никаких шансов, что он просит, пить не будет. Вот. А другой момент, другой момент, что вы можете быть созависимым партнёром, у вас уже угадываются такие признаки, я бы сказал, созависимости. Вот. Поэтому тут очень важно этот момент тоже исключить, чтобы он не влиял на вас. Созависимость связана с немножко заниженной самооценкой, ну, не всегда немножечко, но с заниженной самооценкой. Созависимость связана со страхом одиночества, с некоторой такой тенденцией к угождению, угожданию, не скажу сейчас, как правильное слово выговаривать. В общем, к тому, чтобы угождать своим близким, вот. То есть вы, вот, грубо говоря, можете иметь такую тенденцию, угождать, вот. И, соответственно, это вот основные моменты при созависимости. То есть вам необходимо тоже обязательно пройти психотерапию для того, чтобы исключить и, возможно, скорректировать некоторые моменты созависимости, пока это у вас не развилось в достаточно деструктивной форме. Потому что если, как бы, ну, нужно понимать, что человек не становится созависимым, а человек является созависимым, да. Вы можете почитать, что такое созависимость в интернете. Человек является созависимым. И если вы созависимы, то это можно диагностировать. То вам нужно скорректировать свою модель поведения, решить свои внутренние противоречия, вот. И, как бы, ситуация, в общем и целом, для вас, ну, сможет наладиться. Потому как, потому как вы сами можете провоцировать мужчину на то, что попить алкоголь, благодаря этому поведению. Тоже очень такой специфичный момент. Вот. Мужчина может вас выбирать именно потому, что вы, как бы, разрешаете ему алкоголь употреблять. Вот. Такой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.